Службы и ведомства городского округа Люберцы продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление Люберецкое поступило 2000 сообщений. По данным сообщения возбуждено 23 уголовных дела. Было 62 ДТП без пострадавших. Так прошла семидневка у люберецких правоохранителей. Стражи порядка продолжают работать в усиленном режиме. Повышенная готовность и у пожарных. Огнеборцы осуществили 29 выездов по сигналу тревоги и ликвидировали 4 пожара. Три из них произошли в Люберцах. В жилом кирпичном четырехэтажном двухподъездном доме произошел пожар. На момент прибытия первого пожарного подразделения происходило горение квартиры на втором этаже. В дверях квартира была открыта и весь дым заполнил лестничную клетку со второго по четвертый этаж. Чтобы не допустить распространения инфекции, в Люберецком округе ежедневно дезинфицируют места общего пользования в многоквартирных домах. На первых этажах обрабатываются полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, перила и лифты. В целях улучшения качества проводимой дезинфекции осуществляются выездные проверки. Динамика, как видим на экране, положительная. Графики проведения работы размещены в подъездах на сайтах управляющих организаций. Информация также размещена на сайтах администрации. В столичном регионе ожидается похолодание, поэтому в домах люберчан решили вновь подать отопление. Вчера были приняты все технологические мероприятия совместно с управляющими компаниями, с ресурсно-подвижающими организациями. И с сегодняшнего дня отопление начнем подавать жильцам. За минувшую неделю в единую диспетчерскую дежурную службу 112 поступило более 12,5 тысяч обращений граждан. Большинство звонков связаны с оказанием скорой медицинской помощи, работы полиции и дорожно-патрульной службы. Продолжение следует...